так добрый день еще раз подписчики и опять же просто любопытные желающие посмотреть в общем пока покажу что сделал вот чтобы вообще было интересно что не зря как бы снимал из чего-то добился не замудрил вот такую схему таки смог я запустить запустить самодельный dc преобразователь понижающий про схему это отдельно я еще расскажу чуть попозже в этом же видео будет ставка как она работает вкратце объясню не пугайтесь что куча проводов значит левая часть вот это лет левая макетная плата это осциллограф экран относится к осциллограф сама схемка на самом деле очень простая то есть вот она занимает одну макетку и там буквально три четыре детали соответственно должен быть дроссель на ферритовом колечке диод конденсатор это как бы все отдельно ну и включающий там mosfet транзистор может как драйвер пока как бы не буду углубляться покажу в действии сегодня вообще как бы видео немножко такое будет рассуждал к вот как бы рассуждал к что делать в какую сторону мне идти мы что-то подскажете вот может где-то подкорректируете значит пока эту штуку я отложу единственное что сразу скажу значит левая часть вот это вот осциллограф на ардуинке и экранчик сама схема разработана не мной вот я под видео скину ссылку очень такого интересного человека который в принципе в свободном доступе это все раздает реально рабочая штука в конце видео сделаю обзорчик покажу как это все работает то есть разработка не моя не никоим образом на нее никак не претендую ссылка будет внизу то есть он мне просто нужен для настройки мне не было времени этим разбираться потому что это как бы но довольно сложный вопрос пока отложу значит по существу описал целый список что хотел как бы обсудить значит вообще что такое мппт это отслеживание точки максимального максимальной мощности потом подробнее еще вернемся к этой теме значит мппт невозможно сразу так скажу невозможно без дц преобразователя хотя бы вот такого плана обзорки у меня видео есть там нескольких видов дц преобразователей эффективность их однозначно то есть лучше есть возможность лишнее напряжение на солнечной батареи преобразовать в лишний ток для зарядки аккумулятора то есть обязательно будет колебательный контур не пугайтесь этих сложных схем все будет намного проще если конечно мы выберем этот путь имеют вот этот значит без мппт это без дц преобразователя мы это никак не сделаем то есть с этим придется мириться это единственный вариант схемы который дает нам экономию реальную экономию энергии вот значит в чем суть как бы сегодня рассуждалки и вопроса значит один из вариантов мы делаем с нуля простенькую схемку дешевую вот делаем с нуля либо берем за основу такие дц преобразователи значит либо третий вариант уже везде как бы скажем так обсосан и вот стандартная схемка предположим вот так вот где у нас используется драйвер и где у нас используется драйвер мы видим здесь вот миллион деталей как бы мы сейчас теряемся в принципе я с этим уже всем разобрался проблем никаких запуском не будет но сам драйвер уже запуск это уже кусок схемы ну и как бы микросхема 8 ножек она уже пугает уже страшно значит один вариант второй вариант и третий вариант у нас остается значит скажу плюсы минусы всего есть плюсы у всего минусы можем не изобретать велосипед частично повторяя что-то там улучшая добавлять сделать такую схему но будет громоздкая то есть один драйвер два mosfet а на него идет это лишь одно колено если мы с заму захочем или это все как бы до 5 ампер максимум она выдает в чем нюанс если нам 20 30 ампер надо у нас эта схема станет 6 раз больше как бы ну вот так вот как есть второй вариант такие вот dc преобразователи использовать в чем минус этой схемы точнее не то что минус пока недоступность вот есть у нас тут резисторы такие один регулирует ток другой напряжение так вот проблема в том что пока еще нету ни одной нормальной рабочей схемы который мы сможем управлять этим преобразователем вот в чем как бы косяк то есть двигаться в этом пути надо значит разбираться пока решения нету либо использовать значит вариант делаем самоделочку разгоняем его до любого пирожа то есть схема заработала можно двигаться по ней скажешь вот эта схемка лично но разработана но на arduino ru я уже там переписывался меня там чуть не порвали короче заложали меня я упёрся сказали работать не будет я упёрся собрал ее блин работает 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 четко так что как бы вы ах надо упереться и доделать что еще хотел обсудить значит у этой схемы минус громоздкость у этой схемы пока нет решения в этой схемы вроде бы все класс она заработала но есть один косяк и косяк этот я уже несколько раз обсуждал на миллион раз уже касался невозможность померить напряжение на выходе почему потому что вынуждены мы гнд сместить для замера напряжения я тоже как бы тему тоже освещал то есть работает но на выходе напряжения на входе напряжения померять arduino этой же мы можем но на выходе этой же arduino у нас не получится придется что-то мудрить то есть вроде бы упрощение но для измерения напряжения придется что-то значит замудрить что еще сказать ну это будет не быстро быстро взять сдуть наверно вариант но сдуть там тоже я скажу еще надо отладить такую схематорию во-первых не каждый возьмется делать я бы это хотел сделать гораздо проще и намного вот с чего начинал я значит в принципе значит все знают такого парня джулиан или который в принципе прародитель скажем так этого всего все откуда как бы берут информацию черпают вот я сам вот это разыскал и потом просто залез к нему сайт и увидел что он тоже с этим мучился можно воспользоваться такой схемой но здесь поле ну очередной косяк используется mosfet п-канала были ну так такой головняк это ужас просто найти проблема быстрый найти еще большая проблема мощные еще большая проблема найти но понижающий почему-то предлагают делать так здесь вот в пачке мы не знаю страниц 10 расчетов в итоге парень который статью написал якобы он тут разобрался и все расписал реально честно говоря немножко лукавит потому что были как я не маялся я его данные не получил примерно какие-то данные на выходе в итоге это пока все забросил наверно от mosfet п-канала придется отказаться вот вот съемка драйвера про который кстати он здесь наверное используется er 2104 называется драйвер нижнего верхнего плеча не буду пока загружать в принципе там ничего сложного но просто немножко более громоздкая схема вот уже ножки подключения в принципе я уже купил не такой он дорогой но как бы вот так усложнение ну сейчас будет видео значит с показом работоспособность работоспособности моей схемки вот пока пауза